Братья и сестры, мы рады приветствовать вас. Мы приехали, это молодежь города Викторвилла. Тут, в принципе, очень достаточно наших друзей, наших братьев-сестер с Викторвилла. Мы рады приветствовать вас в этот день подяки, в этот день благодарения. Я вспоминаю один случай. Один брат, всегда выходя на проповедь, всегда начинал проповедь одними и теми же словами. Всегда. Какая бы погода ни была, там то ли дождливая, пасмурная, солнечная, он выходил и говорил, начинал проповедь такими словами, «Слава Богу за хорошую погоду». И однажды была страшная, просто ненастная погода, ужасная погода, метель, вьюга. Пол церкви не смогло прийти в церковь, и люди, которые были в церкви, видят, он опять идет говорить проповедь, он снова выходит, и все замерли, ожидают, ну что он теперь скажет, что он скажет в такой момент. И он выходит и говорит такие слова, «Слава Богу, что не всегда такая погода». И вот я так подумал, Библия говорит, что апостол Павел Тимофеев пишет такие слова, «Великое приобретение, быть благочестивым и довольным». Довольство, оно практически открывает для нас новые возможности, или новый взгляд на жизнь. И я часто на работе, я думаю, многие из вас также с этим сталкиваются, когда приходите, очень тяжелый день, нехороший день, приходите, вы всем говорите «Доброе утро», и все говорят, что в нем доброго, что в нем доброго. И я с одним парнем разговаривал и говорю, что, я спрашиваю у него, как дела? Он говорит, могло бы быть и лучше. И начал мне рассказывать, насколько плохи дела, и он спрашивает, а у тебя как дела? Я ему тут же говорю, могло бы быть и хуже. Он остановился, говорит, ты знаешь, Это совершенно другой взгляд на жизнь. Могло бы быть и хуже. И поэтому великое приобретение быть благочестивым и довольным. И также Псалом, я вспоминаю 49-й Псалом, 23-й стих. Давид говорит такие слова, «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». Слово «хвала» в английском, в украинском переводе звучит как благодарность, подяку, thank you, praise. У нас на работе также один парень работает со славянскими корнями, как бы с Югославии. И у них до сих пор в этом сербском языке, когда они благодарят тебя, вот за что-то он благодарит, он говорит, «Хвала, браты». Хвала – это благодарность, это подяка. Поэтому кто приносит в жертву благодарность, тот чтит меня, говорит Господь. Если подумать, я заканчиваю, если подумать, каждый человек, если покопается в себе, если захочет, каждый человек найдет, за что роптать на Бога. У каждого из нас найдутся претензии, что-то пошло не по-моему, что-то не так, как я хотел, что-то не так, как я планировал. Но в тот же самый момент, каждый человек, если подумает, разберется в себе, в той же самой ситуации, у каждого из нас есть за что хвалить Бога. И выбор лишь за тобой. Тебе не могут этого навязать ни церковь, никто, выбор за тобой. Церковь лишь призывает к тому, чтобы мы чтили, хвалили Господа. Сейчас также у нас очень короткая программа, мы выслушаем стихотворение, после чего мы выслушаем псалом. Но перед тем, как спеть псалом, я хотел бы выразить благодарность вашей группе прославления, которые сегодня принесли такую жертву ради нас. Готовились, также этот псалом совпал, готовилась и ваша группа прославления. Но мы благодарим за то, что вы позволили нашей молодежи исполнить. Пусть Господь благословит. Я славлю Тебе, Боже, каждую днину, потому что Ты для меня свят все сотворил. Ты опикаешь, как малую дитину, и как дитиня все меня простил. Мои початки только в Тобе, Боже, не маю столько для подяки слов. Ты еще не раз в моем жизни поможешь, как помогал впродовж прожитих днёв. Я дякую Тобе, мій самогутний, за то, что могу Тебе прославлять в счастливые дни мои и даже в смутные все, что Ти дав мне, для Тебе отдавать. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok